Встречаем, Артем Чистяков. Похлопаем. Спасибо. Да, да, нужно находиться здесь и туда. Да, меня зовут Артем, я занимаюсь аналитикой на портале Rambler. Вы, наверное, знаете из Rambler Group, в которые входят там кинотеатры, онлайн кинотеатры, афиши газета и другие. Вот мы отвечаем за то, что находится на домене Rambler. Портал Rambler это, в общем-то, 15 проектов, там есть и контентные, и сервисные проекты, то есть разных типов есть проекты, и мне вот приходится по долгу службы, так сказать, заниматься всем вот этим аналитикой. И сегодня мы поговорим не совсем про аналитику, в том числе и про контент, естественно. И моя презентация, она называется «Путь контента». И мы поговорим не только про то, как вообще, в принципе, сам контент, как единица себя чувствует, а про то еще, как он получает трафик, как это работает у нас, и как мы работаем с аналитическими метриками, вообще, что мы собираем, что можно смотреть, и как вообще можно контент развивать, и как его можно дальше продвигать. На самом деле у нас ежедневно выходит около 5000 единиц контента, то есть 5000 материалов. Естественно, эти все материалы у нас имеют разное происхождение. Начнем с того, что это, ну, во-первых, у нас есть агрегатор, который собирает новости на нашей рамблере новости и другие медийные вертикали, собирает агрегатор материала. Но среди этих 5000 есть еще несколько сотен контента, которые готовят непосредственно редакция, то есть реальная, которая создается у нас внутри. И вот с ним мы работаем более плотно. Вообще, я сказал, что у нас есть много разных контентных проектов, но на самом деле они неспроста, их просто так много. Казалось бы, вот у нас есть новости, и все классно, у нас есть какие-то материалы, какие-то статьи. У нас все строится по такому принципу, что у нас есть разные вертикали по направленности. То есть, у нас есть новостная вертикаль, например, рамблер новости, все понятно. А есть женский, это контент, который преимуществом должен быть интересен женщинам. И это важно, потом мы еще об этом отдельно поговорим. Есть авто, финансы и так далее. Есть даже контент, который называется рамблер субботний. Вот как вы думаете, что это может быть? Есть у вас у кого-то версии, что может быть на рамблер субботнем? Какой тип контента вообще? Что делать вечером? Так, еще какой-то вариант был? Рекомендательный. Классно. Да, куда сходить? На самом деле, за куда сходить у нас больше отвечает рамблер кино в основном, да? Ну, еще у нас есть в холдинге афиша. Казалось бы, ходить в кино, ну, очевидно же, ну, куда еще? Тем более, столько хорошего есть. Так вот, на рамблер субботнем действительно есть больше такого контента, и в основном это контент более развлекательный. То есть, например, концентрируются лонгриды, которые интересно читать, и это тоже важно. Потом мы с вами об этом дальше поговорим. И вот пять тысяч, когда я вот только вот услышал эту цифру, и говорю, нет, подождите, серьезно, пять тысяч, что-то много выходит. Нет, действительно, столько материалов агрегируется, столько новостей есть. И как вообще с этим совсем справляться? И, в принципе, нам нужны свои инструменты для того, чтобы с этим работать. И один из инструментов – это главная страница. Главная страница у нас – это отдельный проект. То есть, у нас есть главная страница, как отдельный проект, у которого есть свой проект, который его ведет и занимается, потому что настолько большое количество контента есть и настолько большое количество всего того, что нужно обработать, нам нужен отдельный проект. И вы понимаете, да, есть главная страница, есть проект, и у главной страницы есть главная страница. То есть, есть главная страница главной страницы. И, типа, можно зайти туда и посмотреть еще что-то. Так вот, она наполнена контентом. Здесь у нас есть различные блоки, но самое интересное для нас сейчас с вами — это вот эти вот блоки. Вот этот контентный блок, вот этот контентный блок, в котором как раз размещаются материалы. И вот здесь, кстати, есть главная страница главной страницы и другие страницы главной страницы. Окей. Так вот, и она наполняется, естественно, такое количество материалов, ручную как-то Выставить, обрабатывать очень сложно. Естественно, она наполняется автоматически. Там есть алгоритмы, которые подбирают по кликабельности, оценивают материалы и выдают рекомендации. Машин леонинг, все дела. Но помимо этого, у нас есть замечательная возможность. Мы можем фичерить материалы на этой странице. То есть мы выбираем контент, который может быть интересен пользователям, которые к нам заходят, и, соответственно, они могут получать трафик. Так, что-то все-таки я делаю не так. Вот ребята справились, у меня получится, наверное, тоже. Ладно. Окей, так вот. И вообще, в принципе, я вот показал, что есть разные блоки на этой странице. И что вообще здесь делать? Как вообще оценить кликабельность? Потому что блоков очень много. Вот это вот небольшая только часть. Дальше там идет еще один блок, еще один блок. То есть достаточно длинная страница с кучей блоков, с кучей рекомендаций. Попоказано, да, классно. Но не показаны едиными, потому что нам же важны все-таки клики. Да, потому что у нас контент, и сейчас мы с вами больше говорим про трафик. То есть в данном случае у нас главная страница выступает как раз датчик трафика. Мы можем на любой материал отдать необходимое количество, его прокачать таким образом, и дать ему ту аудиторию, которая ему будет нужна. И, соответственно, материал дать этой аудитории, этим читателям. Так вот, показывает это классно, но это недостаточно хорошо для нас, потому что мы хотим знать больше. У нас вот, допустим, есть верхний блок с новостями. В этом блоке есть отдельные ссылки на отдельные материалы. И каждая карточка этого материала, назовем их так, она состоит тоже из картинки, она состоит из текста, и еще даже есть кнопочка комментарии, на которую можно накликнуть, и попасть сразу в комментарии. И что вот с этим делать? Это, кажется, классно, да? Нам нужно померить всю эту кликабельность, и мы очень хотим много про нее знать. Почему? Потому что если мы просто соберем клики показа, ну да, здорово, у нас есть страница, которая отрабатывает. Но что именно и как отрабатывает, мы до сих пор не знаем. И вот здесь можно воспользоваться замечательным инструментом, которым для меня, честно говоря, стало открытием, когда я пришел работать в Rambler. Эта штука называется аналитика блоков топ-100. У Rambler есть свой счетчик, он называется топ-100, и там есть одна из функций, которой можно воспользоваться. Это аналитика блоков. Суть в том, что вот даже на уровне этой маленькой карточки мы можем получить, собрать всю информацию. То есть эта штука ставится достаточно просто, здесь не нужно отдельно настраивать никакие дополнительные события, нужно только на самой странице настраивать события, и они будут автоматически передаваться в топ-100. И здесь мы можем получить самую детальную информацию, которая нам только может быть доступна. Мне как аналитику, естественно, это интересно, потому что я люблю, ой, слушайте, а скажите мне, а как у вас кликают, кликают, вот вы сделали вот эту классную кнопку, кликают у вас на нее или нет. Ну вот неизвестно, да, какие-то решения принимать. Как с этим быть. И вот здесь вот мы можем посмотреть вот такой вот отчет, в котором, в общем-то, мы можем любую вложенность, любую вложенность дальше, дальше, дальше для себя построить. То есть здесь мы, например, видим, что у нас есть главная страница, у нее есть блок новости, и здесь есть какие-то номера новостей, и какая-то по ним информация, есть показы, клики и так далее. Причем по каждому блоку, который нам нужен. И здесь, естественно, мы можем передавать также сам URL, сам адрес новости, которая нам нужна, либо типа контента. То есть здесь можно передавать любое количество информации, которое вам нужно для оценки. Например, сегодня могут быть более кликабельные новости из категории происшествия. Почему? Потому что что-то случилось. Да, я понимаю, что это можно на уровне редакторской чуйки все понимать. Мы все находимся в инфополе, мы все понимаем, как создается контент, какие у нас есть темы и так далее. Инфоповоды хорошие. Но, тем не менее, здесь уже мы можем говорить на такие цифры. Потому что, да, я примерно представляю, что, скорее всего, сейчас будут заходить новости о том, что в Москве хорошая или плохая погода, потому что мы все лето от этого страдали. Но, когда я смотрю на цифры, я понимаю, действительно ли это так, действительно ли вот эта чуйка, которая есть у кого-то, действительно ли она работает. И здесь мы можем смотреть всю эту информацию с необходимой вложенностью и каждую-каждую новость досконально анализировать и смотреть. Также на этой штуке строится как раз тот самый алгоритм. Естественно, мы используем эти данные не просто для того, чтобы на них посмотреть по интерфейсу и понять, как куда кликают. Естественно, у нас есть база, на которой мы, в общем-то, наш машинный леонинг и обучаем, и рекомендации на основе чего и строится. То есть эта штука работает у нас сразу по двум фронтам. Мы смотрим с точки зрения стольких блоков, мы смотрим с точки зрения машинного обучения и подачи тех материалов, которые нужны аудитории. И третья штука – это еще удобно для продукта. Если вот кто-то из вас работает, например, с продуктами или сами продукты, это очень актуальная штука, потому что вы можете проверять свои гипотезы вплоть до каждого элемента, потому что, когда мы что-то делаем, мы изменяем какой-то блок на странице. И при этом мы понимаем, что если туда стали кликать больше, где-то стали кликать меньше, или, может быть, у нас упали отказы, или, наоборот, стали кликать меньше в этот блок, куда сместились клики. На эти вопросы нужно отвечать, потому что в данном случае, например, для нас это очень важный инструмент. Главная страница – это та штука, которая действительно может генерировать контент для каждой новости. Теперь поговорим о популярности материалов. С главной страницей с кликабельностью мы разобрались. Что же нам делать дальше с материалами? Мы здесь можем использовать отчет из метрики, про который до меня рассказывала Ксюша. Чуть-чуть подробнее про него расскажу. Вот здесь мы видим список материалов в редакционной аналитике, которые есть в метрике. Мы видим список материалов. Классно, мы видим все названия. В принципе, уже понятно, да, то есть не нужно никуда закапываться, все понятно. И, естественно, мы ищем самые хитовые, самые хайповые материалы, на которые мы собираем больше всего трафика, и уже можем оценивать, что сейчас популярно. Просто вот бросив взгляд. Это классная особенность, которая есть. Еще можно использовать, как раз мы тоже частично используем реал-тайм-отчеты в Google. Я, может быть, знаете, там тоже есть отчет по URL. Здесь они удобно выстроены, и, в принципе, статистика сохраняется. И что же здесь нам интересно, помимо того, какие материалы были самые популярные? Это, конечно же, каналы трафика. Потому что, опять же, контент в данном случае – это про трафик. Если мы понимаем, откуда приходит, мы понимаем, что с этим делать дальше. Вот, например, смотрите, здесь есть зелененькое, ярко-зелененькое. Я вам секретно скажу, что это, например, трафик из Яндекс.Дзена. Но это правда. И мы видим, что у нас есть какой-то список материалов, а вот синий – это трафик с нашей главной страницы. То есть мы там размещали материалы, они оттуда получают трафик. И мы видим материал, который очень мало получал с главной страницы, но много получал с Дзена. О чем нам это говорит? Нам это говорит о том, что мы можем поставить, просвечерить этот материал на главной странице и собрать на него объем трафика. То есть потенциально он очень эффективен. Скорее всего, это произошло с вот этим материалом, который имел трафик из Дзена, и потом его разместили на главной странице, и он получил еще больше. То есть таким образом мы раскрываем потенциал материалов, которые нам могут быть эффективными для нашей аудитории прямо сейчас. Это достаточно удобная история. Теперь мы можем поговорить с вами о конкретном материале. Ну, вообще, на самом деле, если не углубляться в верстку страниц, то, как все это построено, материалы вообще бывают совершенно разными, и у нас в одном шаблоне может находиться совсем разный контент. В данном случае вот эта часть – это видео. Здесь не очень хорошо видно, но да, это видео. Здесь еще есть другое видео, есть описание, подробная информация, и далее, что-то есть далее. И понимаете, у пользователя есть куча разных паттернов, как он это все может читать, как он может потреблять один и тот же материал. Он может посмотреть видео до конца, провести какое-то время на странице – классно. Он может проскипать видео, он может кликать еще куда-то дальше, перейти на другие страницы с видео. Он может не интересоваться видео, но двигаться дальше вниз и читать. Что нам с этим делать? Нам нужно понимать, как и что он будет здесь делать, как он с этим материалом работает, зачем. А вообще, на самом деле, в первую очередь, нам надо понимать, попали ли мы в аудиторию. В нашем случае у нас есть аудитория всех полов, всех возрастов и так далее. И разный контент, он готовится для разной аудитории. Я вам уже говорил о том, что у нас есть разные контентные вертикали, и там контент дробится. Если мы пишем контент, вот в данном случае, про Сталина и офицерские погоны, очевидно, что мы должны ожидать, что им заинтересуется мужская аудитория и аудитория в возрасте, потому что они еще помнят Сталина. И, соответственно, в данном случае мы можем считать, что наш контент попал в вертикаль, попал в аудиторию, и мы действительно собрали тех, кого хотели. Бывают обратные истории, когда вы пишете материал для Рамблер женский, и вот там примерно такая же картинка. Это значит, что это неплохо, но это значит, что что-то могло пойти не так. И, возможно, мы не этого хотели, а может быть и этого. Соответственно, попадает ли в аудиторию, важно понимать. Следующая история, я уже рассказал про паттерны потребления, и здесь важно понимать, как материал дочитывают. У нас есть разные типы контента, есть короткие новости, есть лонгриды, и нам надо понимать, чего аудитория ждет. Например, мы разместили лонгрид, но у нас, например, нету дочтения у этого материала. В данном случае это статистика видео, что нормально, поэтому низкая дочитываемость это хорошо в данном случае, потому что значит, что пользователи смотрят, скорее всего, видео и дальше не двигаются. Но для каких-то материалов это может быть важно. Соответственно, мы должны здесь работать. Как? Очень просто. Контент – это постоянно живущий организм, да, то есть вы сделали какой-то материал, естественно, можно просто его бросить, оставить, и с ним что-то будет. Он собирает какую-то аудиторию – классно. Но при этом, если его доработать, возможно, он станет отрабатывать лучше, потому что на странице, помимо контента, находятся другие блоки, которые нам тоже хочется, чтобы пользователь увидел и тоже по ним кликнул. Соответственно, если он не дочитывает, он эти блоки не видит, и, возможно, он уходит со страницы не туда, куда нам надо. А вот куда уходит он со страницы, мы можем посмотреть также в детальном отчете по материалу. Вот тот показатель рециркуляции, про который рассказывала Ксюша, который сложно произносить, он нам показывает как раз важную информацию о том, чем материал будет полезен в нашей системе. То есть мы сделали единицу контента, и нам надо понимать, действительно ли он работает так, как нам надо, дальше ли уходят пользователи, или они пришли, прочитали и ушли. Например, если они приходят на материал из Дзена, соответственно, они могли просто потребить контент и уйти, и дальше нам это не дает просмотров страницы. А как вы знаете, все мы с вами в большинстве своем работаем для просмотра страницы, рекламу никто не отменял. Соответственно, помимо этого, мы понимаем, куда дальше он уходит, и как дальше он взаимодействует с нашим контентом. Опять же, тоже актуально, и понимаем, действительно ли он встраивается в нашу систему. Но это еще не все, чем может быть полезен конкретный материал, конкретная страница. Мы все с вами понимаем, что у нас есть такая история, как виральность, расшариваемость и так далее. Для работы, для каких-то проектов она работает лучше, для каких-то проектов она работает хуже. Но в нашем случае это очень важный показатель, потому что нам надо понимать, полезен ли материал с этой точки зрения. Как это все работает. Нам надо понимать, сколько сам материал расшарили, но этого недостаточно. Потому что, если мы будем просто посмотреть, сколько он расшарился, ну классно, да, здорово, у нас шарит наш материал. он, наверное, будет популярен. Наверное, нас, наверное, не устраивает. Нам нужно понимать, что происходит дальше. И вот здесь мы пользуемся инструментом Rambler-лайки, который, в общем-то, представляет из себя встраиваемые кнопки, конструктором кнопок, где мы также можем повесить, естественно, UTM-метки, которые нам нужны. И здесь мы уже с вами получаем понятную зацикленную систему. У нас есть количество кликов по конкретному материалу, и у нас есть количество трафика, который мы привлекаем из социальных сетей на конкретный материал. Таким образом, мы понимаем, как каждый клик на самой странице материала, сколько трафика он нам приносит дальше. Поэтому здесь мало просто односторонней оценки, мало оценки только розданного трафика в соцсети, расшаренного трафика, скажем так, и трафика, который мы получаем. Здесь мы это можем завязать, что мы сделали в единость, и оценивать все материалы с точки зрения того, что нам дают эти расшаривания, что нам дают эти клики. Таким образом, мы с вами сейчас посмотрели путь начала. Что же такое? В главной странице мы посмотрели, как с контентом взаимодействует, и мы посмотрели, что дальше он может нам дать, и как он может привлекать нам новую аудиторию, условно говоря, сам по себе. Но с этим еще, естественно, нужно работать. И, видимо, я уложился. Здесь можно будет пройти по ссылочкам, потом в презентации ознакомиться со всеми отчетами, которые я сейчас описал. И спасибо вам за внимание. Вопросики, ручки. Спасибо за доклад. Меня зовут Кирилл. Такой вопрос. Есть ли у вас какой-либо сервис или фича, которая помогает вам выбирать заголовок, например, для блока или для новости, либо картинку с целью выбрать наиболее кликабельный заголовок, или же это происходит на усмотрение редактора-модератора? Ну, здесь очень просто. На самом деле, да, это происходит на усмотрение редактора, но если картинку один раз выбрали, это, естественно, не значит, что ее нельзя поменять. Поэтому смотрится кликабельность. Например, мы видим, что новость потенциально имеет успех, может быть успешной, и мы ставим ее с картинкой, с заголовком, но при этом она не оправдывает ожидания, значит, возможно, дело в картинке, возможно, ее нужно поменять. То есть в данном случае это ручная работа. Если мы говорим о рекомендациях, там у нас картинки, условно говоря, не меняются, потому что нет возможности подбирать еще и картинку, рекомендация автоматически работает с дефолтными картинками, которые были заданы. Спасибо. Да, привет, меня зовут Наталья. По поводу вот этой графы, да? Зен, да. Да, Зен переходит. Получается, у вас материалы на Дзене, как показывает, насколько эффективны материалы, да? То есть если на Дзене хорошо зашло, то это как бы 100% зайдет на портале. Это не значит, что будет 100%, но это значит, что у материала есть потенциал. Именно такая у меня идет формулировка, потому что Дзене потребляет немножко другой контент, по-другому немножко его потребляют, да. Но если мы видим, что есть интерес, возможно, это как раз связано с тем, что сейчас эта история, она идет на подъеме. То есть есть какой-то возможный инфоповод, который, ну, к примеру, не углядели, или что-то еще такое есть, что собирает трафик с Дзена, возможно, нам стоит попробовать его. После этого, конечно же, материал можно поставить на главную страницу и уже потом уже смотреть и понаблюдать за ним какой-то интервал, чтобы, ну, понять, да или нет. То есть получается, что вот эти зелененькие, это типа круто, да, вот в вашем отчете? Ну, это потенциал, да. Это тот потенциал, который можно использовать, да. А сиренененькие, если вот они из портала на портале? Да, они синие. Ну, это значит... Сиренененькие, я называю. Ну, да, 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 здесь, наверное, да. Вот. И, ну, да, они просто собирают у нас трафик, который мы сами им даем, да. То есть вот так идет. Так, ладно. Еще вот по этим вот иконкам на главном портале, то есть у вас там очень-очень много иконок всяких, да, то есть классическая схема, то есть иконка, заголовок, заголовок, фотография и там количество комментов. Это вот типа у вас, честно, новый, считаете, портал или это был довольно старевший дизайн самого портала? Сколько ему лет? Сейчас скажу. На самом деле глобально на моей памяти освежился он первый раз в 16-м году. После этого был, кстати, очень интересный кейс, когда мы, по-моему, в конце 16-го года мы тестили разные версии главной страницы, как раз использовали аналитику блоков, мы сделали первый тест, сделали второй тест, все это сплитовали, сделали третий тест, разные совсем были сплиты, там совсем было прям, очень-очень были смелые решения, провели три теста, поняли, что ни один из них не лучше, чем текущая была версия, которая как раз первый перезапуск был. Но благодаря тому, что мы знали клики по каждому блоку, мы взяли лучшие из каждой версии и собрали из них такую версию, которая не стала монстром Франкенштейна, а наоборот стала очень полезной и показала в итоге кликабельность лучше. То есть вот так было. И сейчас, помимо этого, версия все равно изменяется, много спритов идет параллельно, но они там небольшие, там по 10% бывают, параллельно много спритов, то есть она постоянно изменяется. Я не могу сказать, насколько она там свежая, но устоявшийся дизайн, наверное, около года у нас существует. Но плюс там меняются какие-то фичи, что-то изменяется, добавляется, зависит. Интересно еще, правда, эти фичи, что добавляется, потому что это довольно классический дизайн портала, любого новостного, да, там, и конька сейчас уходит от этого уже, там, когда картинка и заголовок, да, особенно картинка уже абсолютно не играет, хотя можно по-прежнему играть. Ну да, у нас сейчас есть тоже такие эксперименты, и, скорее всего, их можно будет увидеть там через некоторое время уже, естественно. Но просто так складывается, что такая схема хорошо работает, это здорово. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. В дополнение к первому вопросу молодого человека по поводу сервиса подбора картинок, заголовков. А я правильно понял, что у вас все люди видят одинаково карточку статьи, то есть для всех одинаковая картинка и заголовок, и нет персонализации? Пока. Ну, типа, что, например, там, женщины видят одну, одну превьюшку, там, мужчины другую. Пока нет. Ну, по-моему, было бы круто. Ну, судя по Netflix, по их статьям, это прям дает очень большой... Ну, это действительно крутые штуки, которые на вашем ленинге прям вообще можно делать, и подбором, и так далее. Но вот, да, да, пока мы работаем с рекомендациями именно таким образом, но это действительно какая-то классная вещь. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Ты сказал, что, опять же, вопрос про картинки, которые собираются в ручную, а есть, ну, то есть ты говоришь, если есть новость, мы понимаем, что нужно ставить картинку, заголовок, но, возможно, картинка не та, или заголовок не тот, или вообще, возможно, непонятно ничего. А есть какие-то системы для автоматизации этого всего, возможно, в планах или уже в реализации, там, а-ля рекомендаторная система, то есть, когда, допустим, машина обучения читает эту статью, понимает, какого плана она и кому будет интересно, рекомендует, какого формата картинка и заголовок сюда лучше поставить. Ну, то есть, такую, в эту сторону вы думали, или, может быть, сейчас делаете что-то? Да, есть мысли в эту сторону, но пока они, скорее всего, на уровне экспериментов только. То есть, без, там, какой-то такой дополнительной истории. Вот булочка. Еще вопросы будут? Или отпустим нашего спикера? Видимо, нет. Спасибо. А, вот еще есть вопрос. Нет, все-таки, да, будет вопрос. Нет, не будет, нет, будет, нет, не будет. Да, вот, может быть, он такой немножко, не знаю, поверхностный. Вот вы вначале сказали, что вы, там, на Rambler в субботе публикуете интересные лонгриды. Вот, какие у вас критерии интересного лонгриды? Как вы понимаете, что он интересный? То есть, кроме, там, вычитывания. Ну, начнем с того, что у нас, как мне кажется, хорошая команда редакторов, которые сильно подбирают контент и работают с ним. Ну, то есть, естественно, здесь уже как раз редакторская история. Потому что понятно, что в случае, если мы агрегируем материалы, да, это текст, который собирается каким-то образом, чтобы там собрать новости, быстрее-быстрее их отдать, дополнить фактами, это понятно, эта машина справится, классно, вопросов нет. Когда это речь об лонгриде, который должен доставлять удовольствие своим фактам прочтения, это все-таки редакторская работа. Именно так все и происходит. Ну, то есть, там нету такого, что, ну, понятно, что есть редакторская чуйка, но в основном после этого уже можно посмотреть дочитываемости, то, как материал отрабатывает. То есть, это уже вторичная история, постанализ того, что было подготовлено. И первоначально, естественно, это живой контент, который пишут люди для людей. Ну, вот, как я понимаю, у вас такая разная аудитория. Да, все так. Это не такой, как бы, узкоспециализированный раздел, как женщины? Просто интересно, как туда подбираются? Ну, они подбираются по критериям того, что... Мне очень сложно сказать, поскольку я сам не редактор, да, я как бы больше про аналитики, а про циферки. Давайте тут вот это подкрутим, вы здесь порежете, и там будет хорошо теперь всем. На самом деле не всегда так. Вот. Мне кажется, они подбираются действительно именно под определение формата такого контента почитать на выходных. Вот, скорее всего, так. Ну, вот, точнее, я уже, к сожалению, не скажу. Это к нашей редакции. Спасибо. Еще вопрос. Давайте. Вот таким образом, вот эта вот вертикальная структура образования контента и помноженная, можно сказать, на редакторское, пусть это будет чуйка, но, в общем, это вкусовщина. То есть, как вы боретесь вот с этим загоном людей в гетто? То есть, получается, что у вас некое гетто образуется. Гетто для женщин, гетто для мужчин старше 50, гетто для мужчин младше 35 и так далее. То есть, как вы с этим боретесь? Должна быть страховка гетто. Гетто такое страшное слово, на самом деле. Но это было бы гетто, если бы мы не оставляли никакого выбора. В данном случае у нас, естественно, есть… Я вот показал страничку материала, который был. Там достаточно большая страница. Естественно, там есть перелинковка с другими вертикалями, с другими типами контента, которые мы, опять же, подбираем в зависимости от того, кому что нравится. Например, женской аудитории нравится контент субботнего и наоборот. Таким образом, они могут переходить между вертикалями и пользоваться, и читать то, что им нужно. Как мы кристаллизуем женщин на женском? Или что? Я не очень понимаю просто вопрос. Ну, они уменьшают аудиторию сами. То есть сама вот эта сегментация, она снижает охват. Ну, по большому счету. То есть как вы с этим боретесь? Боретесь. Потому что мы все время упираемся в том, что у вас ручная работа. То есть если получается, что алгоритмы Яндекса, они гораздо более автоматизированы, то у вас, получается, кто-то работает ручками в основном. Кто-то должен создавать контент, он сам не появится. Нет, я сейчас не говорю о создателях контента, я говорю о тех, кто его редактирует и так далее, продвигает дальше. То есть вот как вы с этой внутренней персонализацией, объективной, объективизацией, там можно много терминов сложить, как вы с этим боретесь? То есть как вы сглаживаете вот эти вот вопросы по сообщению? То есть кто сторожит сторожей? Вот так вот. Так, если я понял вопрос, вы говорили о том, что мы сужаем аудиторию, по факту этого не происходит, поскольку у нас есть портал. Портал – это не разрозненные проекты, это все проекты все вместе. У нас есть главная страница, которая объединяет контент с этих проектов. Таким образом аудитория не сужается. Окей, спасибо. Спасибо.